У Знагорода знайшла героя. Сегодня в областном музее военной славы отдали Данину поваги подвигу 30-ти годовой давнины. За можность, проявленную в военных действиях в Афганистане, гамильчанину Паулу Федорцову уручили медаль «За двагу». Какой ценой она была завоеванная, ведая Ганна Ковалева. Этой фотографии прикладно 30-ти годов. В центре «Сдымка» Павел Федорцов. Военные подеи тех часов вызначили для его подеи сегодняшние. В 80-х он воевал в Афганистане, в спецназе галлонах разведывального управления. Довелось вытрумать 42 боевые выходы и отчуть боль осколочного ранения. Подчас одной из операций под его кировництвом стало ведомо размещение огневых кропок противника. А у вынеку были захоплены галлоны в оружие позиции. Конечно, на первых войнах страшно. Первые войны все колотится, все трясется, всего боишься. Ну, а потом со временем уже как на работу ходишь. Туда-сюда и потом. И страшные первые войны. И последние, когда дембель, не хочется помирать, домой надо. Хочется. Это тоже страшно. Замужность и отвагу при выполнении интернациональной обовязки. В 1989-м Павел Федорцов был представлен до медаля за отвагу, но отримал его только в 30-х годов. До помощи комельчанину пошуку в знака рода оказал былый директор областного музея военной славы Павел Жданович, который накировал запыту у ответной организации и ведомства. Дякуючи этому, удалось изнасти документы на медаль. Времени-то около четырех лет прошло на то, чтобы все это делать. Это не очень быстро делается, потому что архивы огромные, материалы большие, сотрудников мало. Поэтому пока перелопатили огромное количество документов. По шукам у знака рода в ханских часу займаются военные комиссариаты. Выпадок, коли медаль допомог знайсти музей, а маль уникальный. Самое главное, что мы добились исторической справедливости. Ту работу, которую начали в 2012 году, она успешно завершилась. Сегодня мы заслуженному человеку возвращаем его награду, которую он должен был получить и представлен был к ней практически 30 лет тому назад.